Продолжение скандала с захватом госслужбы геологии и недр. Гражданские активисты требуют от правительства немедленно отменить назначение в руководство службы одиозных чиновников-коррупционеров Олега Кириллюка и Николая Фащия. Кто стоит за скандальным назначением и при чем здесь янтарная мафия? Смотрите в сюжете. 25 мая этого года. Госслужба геологии и недр Украины. В 6 утра неизвестные молодчики врываются на территорию здания, выламывают двери в кабинет руководителя, а вход блокируют. Было захопление, майже рейдерское захопление Держгенадер на пив режимного объекта. Деякие неведомые люди начали с паном Олегом Кириллюком, зашли через черный хит до Держгенадер. Это было 6.44 в ранку. Потом стало зрозуміло, что они взломали двери до кабинета руководства Держгенадер. Они пытались взломать сейф. Олег Кирилюк – бывший чиновник из Житомира. Ещё с прошлого года активно пытался получить место в госслужбе геологии и недр. В прошлом октябре прошёл конкурс на должность зама, однако результаты отменил суд, назвав их незаконными. Очередной конкурс должен был состояться 23 мая. Однако за 5 дней, временно исполняющим обязанности главы госслужбы геонедр, Кириллюка назначает кабмин. Это решение правительства, как незаконное, сразу же заплакировал суд. Вместе с Кириллюком назначают и первого зама Николая Фащия, бывший гендиректор предприятия «Южукргеология». Фигурант уголовных дел за невыплату зарплаты. Свой криминальный шлейф даже не скрывает. Олег Кириллюк – участник многих скандалов в Житомире, где он возглавлял архитектурно-строительную инспекцию. В сентябре прошлого года активно лоббировал строительство супермаркета крупной сети в историческом центре города. Тогда на протестовавших жителей города напали тетушки. У всех наших акциях протестов, у всех спробах протидеятия этому будильниству появился сам Олег Попов. Разом с тетушками они нам протидеяли активно, фізично очинили опор и блокировали допуск до самого примещения архитектуры местной. Олег Попов – личный юрист Кириллюка. Он же руководил неизвестными молодчиками и во время захвата госслужбы Геонедр. Почему скандальных чиновников со шлейфом коррупционных и криминальных скандалов так активно продвигают в руководство одной из стратегически важных государственных служб? По тем действиям, которые сейчас происходят, видно, что кто-то очень хочет этих людей поставить на эти посадки. Надра – это всегда деньги и большие деньги. Можете, это связано с тем, что кто-то хочет себе, так бы можете, певные власти, шмотки наших надр приватизовать. Кому-то в кабинете министров это цикало. Активисты уверены, за скандальным назначением лично стоит министр экологии Остап Семирак, давний бизнес-партнер Олега Кириллюка. В прошлом году министр уже стал участником громкого скандала, когда журналисты узнали о покупке им квартиры в элитном доме в центре столицы стоимостью 650 тысяч долларов при годовой зарплате 300 тысяч гривен. Многие журналисты тогда обвиняли Семирака в крышевании янтарной мафии. Активисты уверены, именно с этим может быть связано скандальное назначение житомирского чиновника в руководство службы, которое выдает разрешение на добычу. Запрос о том, собираются ли скандальные чиновники в отставку, мы отправили в госслужбу геологии и недр. Однако там его решили оставить без ответа. Активисты требуют от правительства немедленно отменить скандальное назначение Кириллюка и Фащия, а от правоохранителей возбудить дело из-за захвата режимного объекта. Если этого не сделают, обещают в ближайшее время пикеты и акции протеста. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, Вячеслав Медведев. Подробности телеканал Интер. Продолжение следует...